Особое мнение на 101FM Вы можете нас слушать через интернет В нашем телеграм-канале Кировград Заходите и подписывайтесь Там же самые важные сказанные нашими гостями Фрагменты эфира Новости В общем, много всего интересного и полезного Ну и не забывайте про наш сайт Нашу группу ВКонтакте Кировград Там тоже можно найти И новости, и наши эфиры Мы с Юрием Львовичем сегодня 1 апреля не будем вас разыгрывать Мы начнем сразу с серьезных новостей Весна Случайно пришла весна Точно можно сказать, что весна Синоптики на этой неделе обещают Значительный и очень заметный плюс Вероятно, все начнет активно таять К концу недели у нас будет понижение температуры Да, и все замерзнет Ну не замерзнет, а 3-5 Ладно В общем, традиционная весенняя история Все мы ждем весны Возможно, только настроение Нас спасает и депрессия В которую ты погружаешься, когда выходишь на Кировские улицы Или едешь на машине куда-нибудь чуть-чуть подальше, чем центр города Не особо чистой машине Да, не особо чистой машине Это точно моя, вымытая Через неделю уже такая же, как была всю зиму Мне кажется, она к обеду уже такой становится Ямы на дорогах Освещение У меня ощущение, что темнее, чем осенью ночами Ну давайте разберем сначала дороги Дороги Ямы на дорогах Это еще у нас в нынешнее время не самое большое зло Ям, реальных ям Есть недостаточно Ну, можно сказать, немного Немного Но зато мы видим ошибки, которые продолжают нас сопровождать Это колейность на дорогах, которая считается якобы в нормативном состоянии Это выщелачивание первичного слоя Ну, последнего слоя, который мы видим И это уже становится очень даже небезопасным Мы возьмем участки дороги на улице Московской Улица Проезжая, которой мы говорим уже не первый год Которая уже скоро выскочит из гарантии Это Макаре, по-моему, да? Ну да, в сторону Макаре Это Старый мост Это Октябрьский проспект Ну, то есть достаточно много таких участков Чего раньше в таком объеме не наблюдалось Потом идет очень такая тенденция последних трех лет Это разрушение стыковочных швов Если вы, может, не обращали внимания Это посередине дороги, где две полосы Там или четыре полосы, где у нас бывает Состыковывается То раньше такого не было Потому что уделялось внимание качеству битума, который там закладывается Ленту использовали В связи с тем, что И это самое страшное, что отсутствует линейный контроль О котором мы уже говорил И я, и мои коллеги из группы рабочего контроля По дорогам, которые при общественной палате работают То есть мы не видим вообще работы в этом направлении К сожалению А раньше она была? Ну, она как-то не так выходила наружу, будем говорить То есть за качеством работ было, как нам кажется, более пристальное внимание Или отношение, по крайней мере, было Слушайте, а может быть это связано с тем, что в больших объемах делается дорожная полосна Просто есть желание закрыть большие объемы Читаться за нормативное состояние улиц Мы считаем, что если вот улица прошла БКД, то она в нормативном состоянии Но я думаю, если специалисты поедут по городу То в 90% улиц, которые прошли БКД, они будут не в нормативном состоянии определять специалисты Слушайте, ну там же есть гарантийный ремонт То есть теоретически город, наверное, не доплатит за это Теперь переходим к гарантийному ремонту То есть каждый раз в апреле месяце, в начале мая, составляются списки участков дорог Которые подлежат ремонту по гарантии Этот гарантийный ремонт не выполняется в полном объеме И при помощи определенных лиц из предыдущих администраций Целые участки и улицы выводились из-под гарантийного ремонта То есть они не проводились в нужное время Делали ссылки на субподрядчиков Хотя субподрядчики к выполнению гарантийного ремонта, будем говорить, не имеют никакого отношения Есть подрядчик главный, и он должен выполнять Этим очень сильно страдает наша организация ведущая Так называемая ведущая, это ВИАТ Автодор К примеру, у них таких участков просто масса Даже перечислять у нас в программе эфира не хватит И все происходит из-за чего? Потому что линейный контроль при выполнении работ Когда надо проверять соблюдение технологий Качество материалов, которые используются Но он практически не ведется Второй фактор Это приемка Которая осуществляется при помощи вырубок Специалисты приходят Уже на готовом участке На готовом участке, да У нас нет независимых лабораторий Одна организация, большая ГДМС Проверяет вырубки, которые делает ВИАТ Автодор Это Автодор проверяет ГДМС Всем все понятно, наверное, да? Сами себя не обидят Вопрос поднимаем систематически И на депутатских комиссиях В общественных организациях В сторону Общественная палата направляет рекомендации В сторону Дорожного комитета Министерства транспорта Но все остается, к сожалению, на своих местах Сейчас мы во время последнего депутатского часа Тоже поднимем этот вопрос И на ближайшей комиссии Городской думы Будет рассматриваться вопрос О мерах Или сохранении Того, что есть Вопрос стоит О линейном и окончательном контроле При выполнении работ по БКД Кто это будет делать? И в какие сроки? Будет ли это делаться? Вот это А будет ли это делаться вообще? Мы хотим услышать, во-первых Кто это делает? Какие-то фамилии, пускай Чтобы мы назвали людей Которые за это ответственны Так вам вашу назовут Скажем, вы рабочая группа По контролю общества Идите и проверяйте Если раньше систематически приглашали На такие приемки А теперь они зовут? В последние годы Ну, зовут, но это не так все происходит И у некоторых представители Этой общественной группы Выпускаются руки Потому что выносятся рекомендации Все на это же Ну, понятно Направляются в Министерство транспорта Никто на них не обращает внимания У них не реагируют Ни городские администрации Ни областные представители администрации Так у них план Им надо Мы же с вами с этого начали Им надо сделать большое количество Да, вот у нас план по тротуарам Мы видим, как плитка Во что он выразился, да? Плитка выскочила В связи с тем, что используется Для того, чтобы покрыть Небольшие объемы площадей Плитка без пластификата Она опять же выщелачивается То есть поверхностный слой нарушается Даже вот набережная вроде бы У нас участок, который идет к Трифону Там здесь сделали Пытались, что руками Вот я сегодня утром проходил В очередной раз вижу Там целые участки Где первичный слой отсутствует Ну, подремонтируют, Юрий Львович Подремонтируют? Нет, тогда полностью вынимать плитку И меня там уже не подремонтируешь Почему? Используется для удешевления процесса Повышения выручки предпринимательской Которой, к сожалению, не закладывается Это в тех задания Используется тротуарная плитка Без пластификата Она стоит дороже Тогда у нас получается выход какой? Делать меньше, но качественнее? Можно делать меньше, качественнее И в технические задания на выполнение работ Включать эти параметры Они не включены Возьмем те же тротуары Мы все время тротуары ремонтируем Хотя мы видим, что мы прокладываем новые тротуары Технологии разительно Ну, как бы в два раза сокращается Технологический процесс при ремонте В отличие от нового тротуара Там не закладываются первоначальные слои Не закладывается гидропленка Не закладывается ЦПС И так далее, и тому подобное Поэтому мы видим то, что мы видим То есть новые тротуары служат нормально? Паркирово Отремонтированные? Это новые тротуары Или это ремонтируемые тротуары? Как вы считаете? Я не знаю, что вы конкретно имеете в виду Если те дорожки, которые были раньше В асфальтовом исполнении То, наверное, отремонтированные Нет, это новые дорожки А это новые? Почему? А написано ремонт Поэтому технология другая Ага Вот результат Это не от того, что их делали в декабре Или в ноябре Это просто технология ремонта Которая приводит к этим результатам Которые мы видим Хотя говорится, что в этом году Большинство тротуаров будет выполняться В асфальтовом исполнении Так ведь это От плитки Опять уходим Так Но это дешевле? Да нет, это примерно одинаково По деньгам? Да, это примерно одинаково по деньгам А служит дольше? Ну Ну, смотря как положить Как положить Какого качества асфальт? Вы же сами видите Что Так Все происходит из-за того, что нарушают технологии Происходит Не все это организации делают Надо отметить Качество Входной контроль материалов Отсутствует На должном уровне отдельных организаций Ну и Сами вы понимаете Когда организации Не буду их сейчас называть Проводят закупки у единственного поставщика На полный объем всего сезона Так там, наверное И это произошло в этом году У нас В 44-й ФСЗ упирается все, нет? Нет Это же акционерное общество У них есть свои правила Ага Если это внесено в устав организации То это разрешено И этим пользуются Будем говорить Недобросовестные исполнители Это произошло В одной из крупных организаций Единственного поставщика Закупили все инертные материалы Ну не инертные Они в том числе инертные Юрий Львович Вот мы описываем проблемы Которые существуют у нас Годами Не хочется говорить Десятилетиями Ну давайте так Годами Да И ничего не меняется К сожалению Ничего не меняется А у депутатов городской думы Полномочия это какие-то Есть кроме как поругаться На заседаниях Нет На комиссии Ну рекомендовать Сменить какого-то руководителя В один раз Придет новый руководитель Да В УДПИ уже Мы же понимаем Вот я сколько лет депутат Больше двух лет Я не помню Что кто Ага Больше каждый год Как и начальник транспортного цеха Мы с мальчиком Членник транспортного управления Городской думы Он меняется каждый год В УДПИ То же самое Ну вот люди меняются То есть начальника пожурили Он ушел Пришел новый А система Система как работала крепко Так и работает На свои интересы Будем говорить Так Что сделать Смириться Да нет Не надо мириться Надо больше говорить И принимать меры Политические решения Будем говорить Ну подождите Вот смотрите Обычный обыватель Горожанин например Ему ведь так-то вот Как человеку неразбирающемуся Все равно Какого там качества брусчатка Ему главное сделали Вот этот новый тротуар Он лежит Ну подумаешь Подумаешь До весны Весной он пришел в негодность Ну подремонтировали Вот это же наши с вами налоги Да мы понимаем Нет Вот самое страшное Что мы не понимаем Не понимаем Потому что мы не требуем С исполнителей За наши деньги За наши налоги Мы не требуем Как можно требовать-то? Как? Как? У нас есть правоохранительные А в прокуратуру писать? Конечно В прокуратуру писать? Идете у себя по тротуару Видите ямку Пишите в прокуратуру Ну в принципе да Через неделю снова пишите в прокуратуру Да Жильцов с соседнего дома подбейте На те же самые письма Да У меня по-другому На прокуратуру предписание вынесет Устранить неисправность За свои налоги Да Совершенно они пишут предписание Их выполняют даже в большинстве случаев Да Ну то есть А подождите Это город-то ведь это Ну в смысле начальники Это делают не за свои деньги Мы же понимаем Что ремонт это тоже Либо по гарантии Либо за бюджетные деньги Конечно За наши с вами деньги Да И кто-то еще на этом заработает Второй раз Или третий Ну а кто и третий Да Вот поэтому так и построена Вся система Что мы каждый год Одни и те же улицы Практически ремонтируем Круговорот Тротуары Да Вновь делаем И поэтому И каждый раз у кого-то работа есть И зарплата Ну да Она конечно есть Но она могла бы быть Зарплата у нас еще не охваченных Участков в городе Ну очень достаточно много У нас на территории Муниципального образования Есть целая серия Сотен километров Грунтовых дорог Которые Слава богу Начали ремонтироваться Благодаря Щебенка их подсыпает Да Ну не только Ну ровняет Совершенно верно Это такая тенденция С которой еще Можно Вот есть на чем работать Вот мы если перейдем К освещенности Которую вы говорили К освещенности Очень хочется перейти Здесь мы наблюдаем Ну практически Все то же самое Так Энергосервисный контракт Можно сказать правильно Провалился Да То есть достаточно освещенности Мы не получили Хотя Все великие администраторы Того периода Утверждали Что будет Очень хорошо Самое страшное Что При проверке Совместно с сотрудниками ГБДД Мы видим Что большинство Пешеходных переходов В зоне Социальных объектов Ну школы Садики Они От нормативки Ну процентов На От 60 до 40 Не соответствует Кемнее там Чем должно быть Да Конечно Соответственно А есть пешеходные переходы На которых Свещение Вообще Практически отсутствует Ой слушайте Я тут ехала Проводить В районе 4-й Пятилетки Улиц там и другие А там кстати Говорят Там же школы Сейчас будут делать Конечно Но мы Их нет И Вот видите Что сейчас Все же обрезка деревьев В этом году Заняется очень серьезно Это конечно Увеличит возможность Ставятся более мощные Светильники Но это опять Вне рамок Энергосоветного контракта Это уже другие Другие затраты Это другие затраты Эти светильники Переносят куда-то дальше Ну то есть По той программе Которую Родоначальник Был один из депутатов В том числе и я Так По освещенности По крайней мере Сейчас есть программа И есть понимание Сколько надо улиц Нам Осветить Осветить Потому что когда Мы первоначально Готовились к этой программе Расхождение Моих Но и лично Собранных данных И данных Собранных с администрацией Составило Немножко Разница была В 46% Не в 6 Не в 4 В 46% Видите как Готовилась администрация Для того чтобы В городе было светло А помните У нас была история Мы ведь тему Это тоже С освещенностью улиц Довольно часто Поднимали в эфирах И конечно же Киров сравнивали С более крупными городами Я уже не помню Кто из наших гостей Тогда сказал Что вообще-то Как бы В крупных городах За освещенность в городе В том числе И бизнес отвечает Который Подсветку делает На своих объектах Помните? Нет? Ну Не помню Но он не отвечает Отвечает Помогает Он тоже в это вкладывает Вкладывает Да-да-да Получается Ну сейчас За счет областного бюджета У нас Много объектов Будет подсвечено Это мы имеем ввиду Вот эту декоративную подсветку Ну да Декоративную подсветку Она конечно увеличивает Да Потом Планы муниципалитету Область дала Там еще По 150 миллионов Я не ошибаюсь Если на следующий 25-26 год Ну наверное Это конечно Увеличит освещенность На улицах Да Но улиц 4-й и 5-летки Это точно не поможет Там не кажется Да не-не Там все снова Поставят столбы Ну Это же та тенденция В которой в Кирове Советских ребенок была Одностороннее размещение Столбового освещения Угу Потому что понятно было Что это нонсенс Такого нигде нету В Кирове Это было Сейчас будем Я надеюсь Что будут уходить от этого Ну по крайней мере На всех новых улицах Которые мы строим В городе Освещение уже Фонарей с двух сторон С двух сторон Да Теперь со светильниками Еще осталось разобраться Еще бы администрация Научилась их мыть Все было По разговору Что Нечем Нигде взять Не дотягиваемся Не дотягиваемся Мы им предложили Все это дело Как это организовать Ну ВОЗ Как говорится Имени там Имени там Пошли по пути Замены светильников Ну Наверное Это дешевле Чем помыть Фонари Хотя мы знаем Что если в течение года Не обрабатывать фонари То священность Существующая Любой водитель Который фары не протирает Он знает На 40% Как это происходит Жировые и полевые отложения Которые остаются На этих фонарях Снижают на 40% Ну чуть-чуть 40 это разве Не 400 Не знаю Дождемся лето Посмотрим А вдруг они решат эту проблему Юрий Львович Еще одна весенняя история Мимо которой Солнце у нас светит долго Так что будет светлее Да Не можно пройти Что называется Мимо к чего Мимо истории весенней Я не знаю Наблюдаете ли вы это Вот идете по городу Да Там мины Здесь мины Не знаешь куда ступить Я имею ввиду Остатки Любви Любви к животным Мне почему-то больше Смущают Провода Которые закрывают свет Так И красоту Нашего прекрасного города Ой слушайте Ну это прямо Ну мы превратились Я не знаю Может в Вьетнам Таинланд Камбоджа Или еще хуже Чего Уже сколько раз Об этом говорилось Наконец администрация Якобы занялась Изучением Вопроса Вопроса Сказали Сказали со слов Что 40% имеющихся проводов Они не имеют хозяев На предложение Их обрезать И тогда Проявятся хозяева Администрация ушла Какие-то Изучать В эти гебри По крайней мере Вот Сейчас у нас Апрель будет О том Что нам доложит Администрация Нашли ли собственников Проводов Никто не знает А Те бухты Которые висят Диаметром По полтора Два метра По две По три штуки Особенно Бухты Это мы имеем ввиду Обмотку Вокруг Нет Не обмотку Это отдельно Бухта Проводов Вот есть натянутые провода Оптоволоконные Есть такие бухты С специальными муфтами Большого диаметра Их раньше Единичные были По городу Сейчас мы можем На столбе В центре города Увидеть Их по три штуки И более Вы попробуйте Вот хоть один купол церкви Сейчас снять Не попав Что у вас в объектив Телефона Или фотоаппарата Не попал провод Ну слушайте Это вообще Мне кажется На это денег В городе еще долго не будет Вот вы говорите На что на это? На запрет? Ну на запрет Мы зачем разрешаем это делать? Мы зачем это разрешаем делать? А как разрешать? Это же делают Одни из крупнейших Богатых организаций Которые Мы имеем ввиду кого? Мы имеем ввиду Провайдеров? Просто телеком И другие организации Которые занимаются Они же не уходят под землю Как делается в других городах Ну потому что наверное На проведении Ну да это дороже стоит Работ нужно разрешение получать Нет разрешение не получают И там возможно еще Ихопать то нельзя Мы же видел что они получают разрешение Даже в незаконное время Работают Пример улица Казанская Которую в этом году Весь февраль Январь Рыли Это были не аварийные работы И как-то получают разрешение Но для того чтобы было чистое небо Я думаю что Любая администрация пойдет Хотя даже существовали Они может и сейчас существуют Федеральные программы чистое небо Можно было вот эти все провода убрать За бюджетный Ну за федеральный Вписаться в эту программу Ну надо было документы Но для этого надо иметь желание Во-первых это надо видеть У меня такое впечатление Когда разговариваешь с нашими чиновниками Они не понимают вообще О каких проводах речь идет даже Им это не мешает Не обращают внимания А вы говорите о том Что есть экскременты Ну я говорю о том Что под ногами На провода там может быть не все смотрят Мы как-то больше под ноги привыкли Смотреть Зимняя привычка сказывается Ну да Но это те кто ходит ножками Ножками да Ну мы тоже иногда ножками ходим Те которые отвечают за состояние Пешеходных наших маршрутов Они не все ножками ходят А ходят ножками Думаете они на машине От подъезда до подъезда Ну скорее всего Такое впечатление Потому что никакая работа И все предложения депутатов В этом направлении Не используется Юрий Львович Для того чтобы создать условия О которых мы говорим Чтобы люди Смотрите на прошлой неделе У нас были представители мэрии И управления ветеринарами Одними штрафами Да Сказали будут штрафовать Это не добиться Надо создать условия При которых Будет стыдно Это не делать Фотографировать этих людей Почему фотографировать Поставить стоечки С отрывными пакетами Так Сделать места Куда можно утилизировать Потому что По федеральному законодательству Так в урны Общие Нельзя Нельзя выбрасывать Это разного Но хотя бы выбрасывать В этой части Администрация Не делает ничего Да Мы можем объявить Там штрафы Много Тысячные даже Во-первых Кто это будет делать Контролировать Если Не будет создана Общая атмосфера Среди населения О том что это Стыдно Это делать нельзя Это работать Не будет Но вместе с тем Надо создать Возможности Условия Для собаководов Площадки мы имеем Ввиду Да Нет Не только площадки Площадки это Да Слава богу Занялись площадками В городе Кира Между прочим Было достаточно Большое Приверз Сам был С собаководом Не один десяток лет И площадки эти Существовали Потом мы их Быстренько застроили Хорошими Красивыми Домами Ну то есть Ну разные способы И практически С территории Муниципального образования Площадки для выгула Исчезли В пешем доступе Ну это означает Во-первых До этой площадки Надо дойти А собачка-то да Она же Терпеть может быть И не будет Да Поэтому надо создать Условия для утилизации Юрий Львович Вы меня простите Конечно Я вот этого не понимаю Мне кажется Что все люди Взрослые Все люди Сознательные Пакеты Извините В магните Продаются За копейки Вот эти вот Рулончики Все верно Взял с собой Савочек Взял с собой Перчаточку Пошел гулять С собакой Взял с собой Пакетик Все Взял с собой Во дворе Во дворе Во дворе На улице На вас соседи Жалобу Напишут Совершенно верно Отфиксируют И обратятся Соответствующие органы У нас же Это не реально А тут ведь вопрос Еще Юрий Львович В том будут ли Соответствующие органы Этим заниматься Понимаете Ну у нас там Как обычно Недокомплект Нехватка Увы Увы То есть нет наказания Нет инфраструктуры Нет сознательности Там да Никаких программ По воспитанию Да Таким надо заниматься Это не возникает На пустом месте Если Начиная там От детского садика Не рассказывать о том Что надо убирать За своими питомцами Если не ведется Работа в семье Ведется В обществе Вся эта работа То это бесполезно А это должно быть Стать стыдно В общем похоже Что мы обречены Но стыд у нас исчезает По определенным Как-то так резко По разным вещам Уж тут до этого И этот стыд И не дойдет Боюсь Печалька Ладно Не знаю что делать Честно вам скажу Не знаю Кроме личного Там воспитания С разных сторон Надо заниматься этим вопросом Если не заниматься Ничего не произойдет К сожалению Тяжелый вздох Я сегодня фотографировала Просто продукты Жизнедеятельности Возле нашего офиса Очень качественные Нет Просто они лежат Очень красиво Возле красивой Прекрасной Возле деревянного Возона С растением Так и просто видно Что тут ходили Собачки С большим удовольствием Всю зиму Юрий Шлеминзон Депутат Кировской Городской думы В нашей студии Мы продолжим После небольшого перерыва Особое мнение На 101FM Возвращаемся к нашему гостю У нас было на нашем сайте Буквально Десять дней назад По данным Городской администрации Из 242 киосков Расположенных На муниципальной земле В порядок Приведены Лишь 89 В порядок Это имеется ввиду Внешний вид Их преобразован Еще 300 Нестационарных Средствующих каталогу Который Который был утвержден В 21 году Еще 300 Значит НТО Расположено На придомовых И частных территориях Из них изменений Не требует Только 21 Да Глава города Елена Ковалева Назвала ситуацию Неудовлетворительная Замглава администрации Всеволод Фролов Пояснил Что власти планируют До конца апреля Вынести предписание Всем нарушителям И в случае их неисполнения Обращаться в суд Мы понимаем Так что мы В юбилейный год Останемся без Малоформатной торговли Нет А что будет Елена Львович Значит Во-первых Переход На Каталоги На формы Которые закреплены В каталоге И это Закреплено Решением Кировской городской думы Идет несколько этапов Так Основная речь Идет Сейчас Это О НТО Находящейся В так называемой Зоне номер один Это должно быть сделано Было До первого января Этого года Зона номер один Это что такое Это историческая часть Исторический центр А все остальное Это Первый января Двадцать пятого года Ага Так То есть есть еще время Да Время есть И к сожалению Этим К сожалению Мы реально видим Состояние МТО МТО Особенно Которое Находится На придомовой Территории Ну там Кто в лес Кто в дрова Да Они все разные Ладно бы эти дрова Были разные Если бы это Эстетически Выглядело Нормально Ну это просто Ну совсем Значит такими Махровыми Девяностыми Так называемыми Пахнет все это Никто не приводит Это В надлежащий вид Зато продукция В этих Между прочим Маленьких Объектах Дешевле Для горожан Чем в магазинах Вы вот Обычному жителю Предложите Пусть у него Будет красивый Киоск На придомовой Территории Но при этом Цены вырастут Вот Или не очень красивые Но цены останутся Мы же понимаем Что люди выберут Да И вам Собственники Объекта Скажут Вот именно так Нет Собственники Объекта Есть правила Они утверждены Правила надо выполнять Но они вам скажут До января 25-го года Есть время Совершенно верно Но есть которые Должны были К 1 января 24-го года Выполнить Особенно В исторической В исторической зоне Конечно Об этом речь же идет Ну в городах Я не буду говорить Москва Или других Этот же вопрос решен Вот такого убожества Которое есть в Кирове Слушайте Ну мы сравниваем У нас есть правда И муниципальный объект Который находится В страшнейшем виде Это центральный рынок Где поставили контейнера Ну это вообще Их я надеюсь Все же уберут Они есть такие Но то что творится Но они там концентрированы В одной Они разбросаны По городу На придомовых территориях Эти расписанные Ржавые Неприятного вида Объекты Ну это ненормально И с этим мы будем Встречать юбилей Да Если мы не устраним Это Конечно будем встречать А устранять то как будут Есть различные Способы Этого вопроса Есть Прямая работа Территориальных управлений И депутатов В том числе На своих избирательных Участках Да Ну на территориях На территориях Да Работа администрации При влечении Через судебные решения Владельцев К этому делу Вот хочу сказать Что существует Так называемая Рабочая группа Представителей Малого бизнеса Которые именно Занимаются НТО И они Очень положительно Ко всем этим действиям Относятся Но Как решить Проблему С НТО Находящейся На придомовых территориях Они тоже конечно Затрудняются То есть это могут решить Только жители Там было уже очень много вопросов Про Когда выстраивалось Взаимоотношения Между Предпринимателями Администрацией Нашли Практически По всем вопросам Сложным консенсус Там же Касалось и Внешнего вида Благоустройства Пожарной безопасности То есть Много вопросов Работали Ребята Будем говорить Больше года Над всем этим Это мы говорим сейчас Про Муниципальную Землю Или вообще в целом Всего в целом Нет разделения НТО муниципальных Ну в общем решение Решение это принято По муниципальным Юрий Львович У нас не так много времени Что делать По муниципальным можно Закрыть Можно закрыть И снести Увести Там все что угодно Да не снести Не унижать А собственность Гражданина А с придомовой Ну хорошо А с придомовой территорией Невозможно это сделать Вот Тересудебные решения Администрация Собирается решить В конце апреля Значит администрация Получит вот Ну дай бог Этот список Да с объектами Которые оскорбляют В списке они есть Оскорбляют взор В списке они есть И надо сказать Что есть Предприниматели Которые подали заявки На утверждение Своего внешнего вида То есть Это вот Перечислили вы уже Которые утверждены А есть которые На рассмотрении Комиссии В состав этих комиссий Ходят как и предприниматели Так и представители администрации Что вы понимаете Это не одна администрация Решает А возможности Использования Данного объекта Но появляются Такие чудеса В филармонии Появились эти четыре Два черных ящика Но это эстетически разве Визуально себе Не представляю Ну да Шаверма И что-то еще Так Ну вот Это на площади До которой Должны быть преобразования Но они-то стоят К сожалению На придомовой территории И ничего с ними не сделать Ну не факт Для этого есть Мудрая администрация Слушайте Ну вот у нас Вообще Я чувствую Лето будет прекрасное Совершенно То есть у нас Будут ремонтировать дороги Готовясь к сентябрьскому юбилею У нас будут ремонтировать фасады Готовясь к сентябрьскому юбилею Хорошо То есть город будет Весь в лесах У нас периодически Будут ездить контейнеры Которые утаскивают Несоответствующие Внешнему облику НТО По городу То есть вот так Мы будем лето встречать Лишь бы была Хорошая погода Да Слушайте Немного надо кировчанам На самом деле Для счастья Я так понимаю Юрий Львович Очень быстро Две минуты у нас остается Аэропорт новый у нас Ну обновленный Обновленный С сегодняшнего дня Парковка там только платная Что думаете? Да хорошо я думаю об этом Будет порядок Я надеюсь Будет ли это стимулировать Горожан пользоваться Общественным транспортом? Меня больше всего В аэропорту Вот сейчас Напрягает То что нет Нет регулярного Вот этого сообщения Как в Москве Более крупных городах Это неправильно Это надо налаживать И это будет То есть автобус есть Но он ходит Вроде как ходит То ли ходит То ли не ходит К рейсу должен идти Автобус То есть логистика Должна быть отработана И это должно быть И это должен быть Красивый брендированный автобус Или не обязательно Ну это должен быть Нормальный автобус Новенький Ну хорошо новенький Который не страшно Садиться к гостям Да к сожалению У нас опять появились Пазики Которые дымят Вот я сейчас Обратил внимание Не конкретно На этом машинке А вообще в целом Да в целом Чего давно Мы уже не наблюдаем Но они появились То есть проверять их надо Их надо проверять Их надо наказывать В первую очередь Но есть специальные службы Но они почему-то Не обращают внимания На это дело Слушайте К аэропорту Давайте вернемся Все-таки не договорили Тут предложено было Подумать о том Не присвоит ли Нашему аэропорту По примеру Более крупных аэропортов Второе имя То есть аэропорт Победилова И имени кого-то Как у нас аэропорт Шереметьево Имени Александра Пушкина В народе Шерепушкина Вы за кого? Нет, давайте мы Закончим ремонт В нашем Прекрасном Аэропорт Доступаем И отремонтируем Все понятно Да, а там дальше Будем думать Юрий Шлеминзон Не самое худшее Есть чем заняться До До этого Хорошо Юрий Шлеминзон Депутат Кировской городской думы Был у нас в гостях Пора нам завершаться Спасибо большое Спасибо всем До новых встреч До свидания Особое мнение На 101FM